Восстановить и сделать новой точкой притяжения. Особняк Неронова, расположенный по адресу Алексея Толстого, 39, ждет новая жизнь. Это здание 1840 года постройки, один из старейших каменных домов Самары. Его общая площадь более 2000 квадратных метров. По словам экспертов, особняк Неронова – пример влияния столичной дворцовой постройки на самарскую архитектуру. Архитектура здания отсылает к некоторым образцам в других городах. Вообще, это архитектура неоринессанса с характерной рюстовкой, деталями. И некоторые детали ассоциируются с знаменитым дворцом князя Владимира в Петербурге, построенным как раз во второй память XIX века. В советские годы здание находилось в ведении Министерства обороны. В нем располагалась типография. В этом году по распоряжению правительства России особняк передали на баланс почты России. Организация объявила торги на разработку проектно-сметной документации по восстановлению памятника архитектуры. Мы год назад были в этом здании и, собственно, поставили совместно перед собой задачу вернуть жителям города этот замечательный объект. Сейчас, по текущим оценкам, где-то год должны занять работы по исследованию данного объекта, потому что объект сложный, имеет большое историческое наследие. И нам важно максимально сохранить то, что осталось, и восполнить то, что уже утрачено. В отреставрированном здании планируют открыть новое отделение почты России. Но, по словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, площадь здания позволяет разместить здесь и зону кавортинга, и кадровый центр, и филиал Центрального музея связи имени Попова, который расположен в Санкт-Петербурге. Для нас это очень интересно, учитывая, что именно в Центральном музее связи хранится государственная коллекция знаков почтовой оплаты или, проще говоря, почтовых марк. Все почтовые марки, начиная с середины 19 века, в обязательном порядке, идут в госколлекцию, она хранится там в музее. Хочется максимально его наполнить смыслами, насытить какими-то идеями, не только восстановить, не только вернуть ему первозданную красоту, но и сделать так, чтобы оно было максимально вовлечено в сегодняшнюю нашу жизнь. Систематизировать идеи для наполнения нового пространства будет рабочая группа, в которую войдут представители городозащитных организаций и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Полина Чулякова, Галина Топилина, Константин Головин. События.